МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом бестуле и со сломанным роялем неофициально открылся новосибирский оперный в театре. Еще идет ремонт, а премьера нового сезона намечена на ноябрь. Это новосибирские новости. Здравствуйте. Через два года город планирует выйти на бездефицитный бюджет, но 2016-й может стать одним из самых сложных для муниципальной казны, сообщил сегодня мэр. Ухудшается прогноз по сравнению с тем, что мы планировали в свое время на трехлетку, на 2016-й год по доходам. Ожидается сокращение поступлений по линии межбюджетных трансфертов. И особенно это касается капитальных вложений. В результате вот этих сокращений мы не планируем пока, пока, подчеркиваю, не планируем капитальные вложения в строительство новых объектов. Тем не менее, все начавшиеся проекты будут завершены. Достроена школа-интернат в железнодорожном районе, реконструирована 82-я школа. Не будут сокращаться расходы на социальную сферу. Доходная часть бюджета следующего года составит почти 34 миллиарда рублей, расходная на 1 миллиард больше. Сейчас проект бюджета проходит процедуру публичных слушаний. В городе не хватает подрядчиков для капитального ремонта домов. Об этом сообщили в Департаменте энергетики и ЖКХ. Дефицит острый. Одна из причин отсутствия авансовых платежей. Расходы ремонтникам возмещают только после полного завершения работ. На такие условия готовы не все. Мы привлекаем, ну прежде всего, те организации, которые имеют хорошие оборотные средства. И плюс мы пытаемся привлечь строителей. Потому что строительный бизнес, ну не секрет, что кризис. Не секрет, что строительный бизнес тоже себя плохо чувствует. Кроме того, городские власти активно привлекают подрядчиков из других регионов. Несмотря на эти сложности, прошлогодний план каприбонта выполнен практически полностью. Это 57 домов, а программа нынешнего года почти наполовину, более 300 многоэтажек. Уже обновили или вот-вот сдадут. Тем временем в мэрии подготовили специальные брошюры о том, как работает система капремонта и почему так важны взносы от собственников. А в ноябре чиновники будут лично выезжать в районы города, чтобы отвечать на вопросы собственников. В миграционной службе всплеск заявок на регистрацию по месту жительства. Небывалый ажиотаж специалисты связывают с вводом в эксплуатацию новостроек. При этом не во всех сданных домах сразу появляются управляющие компании, а соответственно и паспортисты. Как получить в таком случае прописку, выясняла Анастасия Ваганова. УФМС сейчас получает в два раза больше заявок на регистрацию по месту жительства, чем на оформление загранпаспортов. Такой ажиотаж специалисты связывают с вводом в эксплуатацию большого количества новостроек. При этом новосибирцы все чаще пользуются порталом госуслуг. В день регистрируют до 150 заявок. Такого массового желания получить регистрацию в электронном виде мы не фиксировали в течение пяти лет, пока существует в принципе наш отдел и сам портал ФМС России. Рост просто составляет 400%. Это колоссальный рост. На регистрационный учет через портал госуслуг уже встали больше 10 тысяч человек. В интернет за пропиской идут в основном те, кто приобрел квартиру в новостройке, а там еще нет ЖЭО, а значит нет паспортного стола. Но даже те, кто все-таки регистрируется через паспортистов, своей управляющей компанией тратит на оформление прописки в два раза больше времени. Те документы на регистрационный учет, которые принимают паспортисты, в течение трех суток они обязаны предоставить к нам в подразделение. В течение трех суток мы оформляем регистрацию. Того срока общий – 6 суток. Если человек непосредственно обращается в наше подразделение, то в течение трех суток мы оформляем регистрацию. Преимущества электронной регистрации оценил Роман. Выходной день заполнил на портале заявку, а сегодня пришел поставить штамп. Провел в отделе УФМС без преувеличения пять минут и избежал очередей. Было, что приходишь, стоишь в очереди, потом оказывается, что нужно было какую-то еще бумажку принести, которую забыл дома, нужно там возвращаться. Потом оказалось, что неправильно заполнил что-либо. То есть, как бы некая волокита возникала, соответственно, неудобство, это потеря времени опять же. Здесь все быстро, все оперативно. Оперативность в регистрации по месту жительства крайне важна. Больше семи дней без прописки обернуться штрафом в три тысячи рублей. Анастасия Ваганова, Дмитрий Канн, Новосибирские новости. Развитие территориального общественного самоуправления обсудили на конференции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. После принятия поправок в Гражданский кодекс ТОСы приравняли к общественным организациям, которым нужно пройти государственную регистрацию. Эксперты опасаются, что это отрицательно скажется на работе ТОСов. Почему, выясняла Анна Гурьянова. Новосибирск входит в пятерку городов по стране, где наиболее развито территориальное общественное самоуправление. Сейчас у нас работает 135 ТОСов. Создана муниципальная программа поддержки общественных инициатив. На гранты для ТОСов выделяет деньги бюджет города и депутатский корпус. ТОС – это такое могучее очень движение, которое позволяет решать не только проблемы, касающиеся людей, но и власть заинтересована в том, чтобы тесно сотрудничать, потому что без взаимодействия с ТОСами сегодня мы не видим, не мыслим себе развитие города Новосибирска. Соседям из Омска тоже есть чем гордиться. Движению общественного самоуправления недавно исполнилось 23 года. Но, несмотря на долгий срок проблемы, все равно есть. И главное – привлечение в ТОСы молодых и активных. В этом году у нас стартовал новый проект, он называется «Дерзай молоды», который как раз посвящен молодежным сообществам, которые уже сформированы или формируются по месту жительства. В России сегодня насчитывается более 20 тысяч ТОСов, однако их количество будет сокращаться, если в ближайшее время не принять поправки в Гражданский кодекс. Последние изменения этого закона обязывают ТОС зарегистрироваться как юридическое лицо. В Москве обещают в ближайшее время решить эту проблему. Внести изменения точные в законы, для того, чтобы облегчить данную форму участия граждан в местном самоуправлении. Ну и активнее работать, наверное, местной власти, для того, чтобы люди были заинтересованы, чтобы они понимали друг друга и находили точки соприкосновения. Сейчас ТОСы работают в каждом четвертом населенном пункте страны. Эксперты отмечают, территориальное общественное самоуправление развивается только там, где в этом заинтересованы местные власти. Если горожане увидят отклик на свою инициативу, то они продолжат общественную работу. Анна Гурьянова, Данила Смирнов, Новосибирские новости. В этом году в области собрали в два раза больше картофеля, чем в прошлом. Из-за этого закупочная цена на второй хлеб сейчас слишком низкая. Да и без импортных клубней пока все равно не обойтись. Чем фермерам может помочь строительство оптового распределительного центра за 13 миллиардов рублей, расскажет Александр Веткин. На прилавках в магазинах можно найти картофель, выращенный и в Новосибирской области, и даже в Египте. Цена отличается значительно. Импортные клубни выглядят привлекательнее и стоят недешево. 65 рублей за килограмм. Отечественный картофель почти в три раза дешевле. Чтобы продать дороже, клубни моют и фасуют. Такой отечественный картофель по цене догоняет и даже перегоняет импортный. Хотя отечественными, такие клубни можно назвать с натяжкой. Семена чаще всего заграничных сортов. В этом году в области собрали около 30 тысяч тонн картофеля. Урожайность по сравнению с прошлым годом выше. Но без импорта из Израиля, Пакистана, Египта и Бангладеш все равно был бы дефицит. Вообще проблема импортозамещения в картофелеводстве острая. Решить, как отказаться от импортной техники и от закупки в Европе семенного картофеля пытались сегодня на специальном форуме. В селекции у нас имеются достаточно конкурентные сорта отечественные. Но вот звено семеноводства, то есть репродуцирование в больших объемах вот этого материала исходного, оно, к сожалению, за последние десятки лет просто угроблено. И для всех регионов сейчас стоит задача воссоздать это звено. Решить проблему пытаются и за счет инвестиций. Помочь новосибирским фермерам должен оптово-распределительный центр. Комплекс с площадью 80 тысяч квадратных метров. Столичным инвесторам обойдется в 13 миллиардов рублей. Это единая инфраструктурная площадка, объединяющая в себе мощности по хранению, доработке, предпродажной подготовке и сбыточной хозяйственной продукции. Соответственно, на данной площадке сельхозпроизводитель может как напрямую сбыть свою продукцию в федеральный региональный ритейл, а также предприятие социального питания, хорику, заложить ее на хранение, расфасовать, откалибровать, запаковать. Хранить в комплексе можно будет одновременно около 50 тысяч тонн овощей, фруктов, рыбы, мяса и молочных продуктов. Сдадут в первую очередь объекта в начале 2017 года, вторую еще через пару лет. Но пока у местных фермеров дела обстоят не очень. Из-за большого урожая закупочная цена на картофель слишком низкая. Александр Вяткин, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Областные парламентарии приняли в первом чтении законопроекта налоговых каникулов для предпринимателей. Они станут доступны для бизнесменов, чей доход не превышает 60 миллионов рублей. Налоговые каникулы с 1 января 2016 года вводятся дополнительно для 32 видов предпринимательской деятельности. Таким образом, предприниматели, которые изъявят желание осуществлять деятельность через покупку патента, могут в течение двух лет с 1 января 2016 года не платить вообще налоги. Цель подобных послаблений в том, чтобы вывести малый бизнес из тени, позволив легально в течение двух лет не платить налоги. В основном каникулы коснутся предпринимателей, пользующихся патентной системой налогообложения. Одной из мер поддержки законодатели также сочли увеличение перечня видов патентной деятельности. Добавилось мелкосерийное сельское и молочное производство, хлебопекарни, рыбоводство и консервирование. В бизнесе возраст не имеет значения, это доказывают молодые новосибирские предприниматели. От бизнесменов требуется не столько опыт, сколько умение находить интересные решения, а также грамотно использовать инструменты поддержки малого и среднего бизнеса, которые предоставляет администрация города. История успеха в материале Вероники Ивановой. Алексею всего 23 и идея открыть свое дело он загорелся еще в ВУЗе. Когда изучал экономическую теорию, подрабатывал менеджером по продажам. Сейчас управляет гриль-баром в центре Новосибирска. За год я придумал концепцию, нашел помещение, нашел партнеров. Мы подписали договор и начали здесь работать. За три месяца мы воплотили то, что мы видели, чего не хватает Новосибирску, какого заведения не хватает Новосибирску. Что люди должны приходить и отдавать приемлемую цену за хорошее, качественное мясо. Кадры решают все. Это Алексей ощутил на себе. Собрать за барной стойкой настоящую команду оказалось труднее, чем найти финансирование. Молодым предпринимателям помогает мэрия. Алексей в ноябре собирается подать заявку на муниципальный грант поддержки малого и среднего бизнеса. Полмиллиона рублей вместе с партнерами планирует использовать для расширения сети и улучшения сервиса. Строить свой собственный бизнес, причем в прямом смысле слова, решил и Валерий. Еще студентом он уже руководил проектной группой в компании «На зависть сокурсникам». Но всегда стремился к большему. Мне хотелось реализоваться в своем бизнесе. То есть строить пусть небольшую, но свою какую-то систему. Многих людей это отпугивает. А мне, допустим, нравится постоянно решать какие-то возникающие вопросы. И каждый день делать свою компанию, делать себя лучше, чем ты был вчера. Сегодня Валерию 27. А за плечами уже и опыт интернет-торговли и более двух сотен спроектированных объектов от Сахалина до Москвы. В том числе Челябинская ГРЭС и Вольский цементный завод. Компанией Валерия Черкасова разработаны проекты бизнес-центров в Новосибирске, спортивных сооружений и туберкулезной больницы в районах области. В планах потеснить столичных проектировщиков. Знаний и связей хватает. Помогает комитет поддержки малого и среднего предпринимательства мэрии. Комитет создает коммуникационную платформу. Он собирает такие же, как и предприниматели на одной площадке, для того, чтобы мы пообщались, познакомились, где-то поработали вместе. Валерий даже сам активно знакомит новичков с миром бизнеса. В образовательной программе «Бизнес-драйв» он выступает как наставник для тех, кто тоже хочет заниматься строительством. Вероника Иванова, Олег Макаров, Новосибирские новости. Новосибирские археологи подводят предварительные итоги полевого сезона. Но он еще не закончен. В скором времени экспедиция во главе с академиком «Деревянка» отправится во Вьетнам. Работали в этом году ученые в Черногории, на Дальнем Востоке, Алтае, в Монголии и на территории Сибири. Здесь были сделаны одни из самых удивительных открытий. В частности, недалеко от села Венгерово. Археологи обнаружили рыбзавод каменного века. Это ямы глубиной до двух метров, дно которых устлано костями и чешуей рыб. Рядом были найдены соответствующие орудия. Кроме этого, здесь обнаружили скелеты росомахи, лис, горностаев и собаки. Из чего ученые сделали вывод о том, что этот комплекс, помимо хозяйственного, несет еще и ритуальный смысл. Вот это огромная загадка, которую нам предстоит разгадать, определить семантический смысл этого явления. Ну, а кости, их анализ тоже дадут много информации и для палеозоологов, и, кстати сказать, для палеоденетиков. Рояль не выдержал эмоций и темперамента солиста и сломался. Денис Мацуев в свойственной ему манере выступил в Большом зале оперного театра. Сольным концертом музыкант дал старт благотворительному проекту. Слушали пианиста в необычной обстановке. Все подробности у Станислава Якушевича. Настройщик тщательно проверяет концертный стэнвей. Что не лишнее, когда выступает солист, известный на весь мир своей мощной и темпераментной манерой исполнения. Журналистом Денис Мацуев признался, что его до сих пор, как в детстве, переполняют эмоции во время концерта. И чтобы сохранить этот драйв, перед выходом на сцену много не репетирует. Это момент акустический, но это не имеет никакого отношения к тому, что будет на концерте. Потому что и звук будет другой, потому что публика будет в зале. И, конечно же, все основное происходит на концерте. Нельзя отрепетировать интерпретацию. Презентацию нового сезона в театре решили провести в обновленном большом зале. Здесь еще не все готово для концертов. Как мы видим, здесь нет кресел, поэтому публика будет сидеть вот на таких грушах-трансформерах. Но для студентов и школьников, которых тоже будет много в этом зале, такой формат даже более приемлем. Концерт уникален еще и потому, отметил Владимир Кехман, что таким большой зал театра, пожалуй, больше никто и не увидит. Это последние два вечера без стульев, которые сегодня пришли, которые уже выгружены. И как только 29 вечера будет закончен последний концерт Дениса, они начнут сразу быть установлены в течение недели. Звучала фортепианная классика, цикл пьес Роберта Шумана «Крейс Лириана» и фрагменты из балета Игоря Стравинского «Петрушка». Но начал пианист с Чайковского. Времена года Денис Мацуев исполнил неожиданно, трогательно и проникновенно. Но затем эмоции взяли своем. Каскады аккордов, фортиссимо и рояль не выдержал. От мощного нажатия вылетела стойка крепления педали. К чести солиста он не смутился. И как великий Паганини, когда у него лопнула струна на скрипке, доиграл программу до конца. И еще исполнил к удовольствию публики на бис джазовую импровизацию на темы Дюка Эллингтона. Станислав Якушевич, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Следить за последними событиями поможет радио «Городская волна», частота 101,4 FM. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и на канал Новосибирские новости в Ютьюбе. Также много интересного и полезного на сайте Новосибирские новости. И на этом пока все. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова